Значит, слух абсолютно. Мои еврейские родители, папа инженер, мама педагог была, они решили учить ребёнка музыке. На суперкнижку ставили копить деньги на пианино. В 41-м году, значит, естественно, в 44-м году эвакуации в Омске наконец получили эти деньги. На них хватило как раз купить на казачьем базаре десяток яиц. Поэтому, можно сказать, что музыкальное образование не стоит у единого яйца. А если говорить серьёзно, то я не знаю, я придумываю как-то мелодии, потом больше еще это забываю. Записать не могу. Потом на магнитофон, на плёнку, потом, значит, получается идиотизм. Есть книги, Музгис издал 300 моих песен с музыкальной строчкой, но одна запись. Здесь оригинальность мелодий, которых подтверждена Айсоной комиссии Союза композиторов, значит, что это я автор, что оригинально, да? Присчитать не могу, неграмотный. Вот, так что, не знаю. Который вопрос вы считаете по профессии, а который по призыванию? Вы больше ученый или поэт? Хороший вопрос, понимаете? Когда был молодой, то журналисты меня спрашивали, что для вас наука, что для вас поэзия. Я говорил, ну, одна жена, вторая любовь. Все понимающие улыбались и больше не задавали вопрос. А если просто кто именно жена и кто любая, я бы не ответил. У меня все это полностью перепутано. Потому что я с большим азартом занимался всю жизнь наукой. Кое-что смог придумать там, извините, впервые в мире, да? Вот, значит, и то же самое со стихами. Я человек слабый, я бы никак не мог купить ничего одного. А что касается меня, то если мои коллеги по профессии считают, что я поэт, а мои коллеги по литературному церкву считают, что я учет, и тут мне крышка. Это просто не ко мне, а к ним надо обращать, понимаете? Спасибо.